Буратино спрыгнул на землю и начал бегать кругом сосны. Карабас-барабас протянул руки, чтобы схватить мальчишку, и побежал за ним. Обежал раз, вот-вот уж, кажется, и схватил с крюченными пальцами удирающего мальчишку. Обежал другой, обежал в третий раз. Борода его обматывалась вокруг ствола, плотно приклеивалась к смоле. И когда борода окончилась, и Карабас-барабас уперся носом в дерево, Буратино показал ему длинный язык и побежал к Лебединому озеру искать мальвину и пиро. Потрепный Артемон на трех лапах, поджав четвертую, ковылял за ним хромой собачьей рысью. Во время боя на равнине продавец лечебных пиявок в страхе сидел за кустом. Когда все кончилось, он подождал, покуда Артемон и Буратино не скроются в густой траве. И только тогда с большими трудностями отодрал от ствола итальянской сосны бороду Карабаса-барабаса. Да и отделал же вас, мальчишка. Придется вам приставить к затыноку две дюжины самых лучших пиявок. Сто тысяч чертей! Живо в погоню за негодяями! Карабас-барабас и Дурремар пошли по следам беглецов. Они раздвигали руками траву, осматривали каждый куст, обшаривали каждую кочку. Они видели дымок костра у корней старой сосны, но им и в голову не пришло, что в этой пещере скрывались деревянные человечки, да еще зажгли костер. Этого негодяя Буратино разрежут перочинным ножом на кусочки. Беглецы притаились в пещере. Что теперь делать? Бежать? Но Артем, он весь изранен. Неужели же бросить благородную собаку одну в пещере? Нет, нет, спасаться так всем вместе. Погибать тоже всем вместе. Что ж, будем пробираться в город к папе Карло. Они положили Артемона на тележку и тронулись в путь. Но едва они взобрались до половины косогора, наверху показались Харабас-Барабас и Дуримар. Лиса Алиса показывала лапой на беглецов. Кот Базилио щетинил усы и отвратительно шипел. Ха-ха-ха, вот так ловко. Сам золотой ключик идет мне в руки. Идите, идите ко мне, деточки. Несместо погибать так весело. Бьеро, говори какие-нибудь свои самые гадкие стишки. Мальвина, хохочи во всю глотку. Лису Алису жалко, плачет по ней палка. Вот Базилио нищий, вор гнусный котище. Дуримар наш дурачок, безобразнейший сморчок. Карабас ты, Барабас, не боимся очень вас. В ответ Карабас-Барабас страшно зарычал. Дуримар поднял тощие руки к небу. А Лиса Алиса криво усмехнулась. Хм-хм, разрешите свернуть шеи этим нахалом. Еще минута, и все было бы кончено. Вдруг наверху косогора появился старый папа Карло. Рукава у него были засучены. В руке сучковатая палка, брови нахмурены. Он плечом толкнул Карабаса-Барабаса, локтем Дуримара, дубинкой вытянул по спине Лису Алису, а с сапогом швырнул в сторону кота Базилио. После этого, нагнувшись и глядя с косогора вниз, где стояли деревянные человечки, сказал радостно. Сын мой, Буратино, Плутишко, ты жив и здоров. Иди же скорей ко мне. Буратино, Пьеро и Мальвина взобрались наверх. Папа Карло брал их поодиночке на руки, грозил пальцем. Вот я вас ужобал в некий и клал за пазуху. Папа Карло, мы без собаки домой не пойдем. Эх, тяжеленько будет. Ну да уж как-нибудь донесу вашего песика. Вдруг Карабас-Барабас заорал. Куклы мои. Эх ты, с кем на старости лет связался? С известными всему свету жуликами, с дуримаром, с котом, с лисой. Маленьких обижаете. Стыдно, доктор. И папа Карло пошел по дороге в город. Карабас-Барабас с поникшей головой шел за ним следом. Я тебе дам за куклу сто золотых монет. Продай. Нет, если бы ты был добрым, хорошим директором театра, я бы тебе так и быть отдал маленьких человечков. А ты хуже всякого крокодила. Не отдам и не продам. Убирайся. Папа Карло подошел к дому, где он жил. Отпер дверь в полутемную коморку под лестницей, снял с плеча Артемона, положил на койку и из-за пазухи вынул Буратино, Мальвину и Пьеро. И посадил их рядышком на стол. Буратино соскочил на пол и что-то вытащил из кармана. Папа Карло, возьми молоток и сорви со стены дырявый холст. Подожди, подожди. Зачем, сынок? Ты хочешь сорвать со стены такую прекрасную картину? Папа Карло, сдери холст. Буратино сказал это так уверенно, что папа Карло почесал в затылке, взял клещий молоток и начал отдирать холст. За ним стала видна небольшая дверца из потемневшего дуба. Ха! А вот и ключ от дверцы. Папа Карло, открой. Посмотрим, что спрятано за дверцей. Он вложил ключик в замочную скважину и повернул его. Раздалась негромкая, очень приятная музыка, будто заиграл органчик в музыкальном ящике. Папа Карло толкнул дверцу. Первое, что они увидели, это расходящиеся лучи солнца. Они падали со сводчатого потолка сквозь круглое окно. Широкие лучи с танцующими в них пылинками освещали круглую комнату из желтоватого мрамора. Посреди нее стоял чудной красоты кукольный театр. На занавесе его блестел золотой зигзаг молнии. Все разинули рты. Ха! Что? Видели? Значит, недаром я мокнул в болоте у тетки Тартилы. В этом театре мы поставим комедию. Знаете, какую? Золотой ключик или необыкновенные приключения Буратино и его друзей. Карабас-барабас лопнет с досады. Пьеро потер кулаками наморщенный лоб. Я напишу эту комедию роскошными стихами. А я буду продавать мороженое и билеты. Если вы найдете у меня талант, попробую играть роли хорошеньких девочек. А уж я буду играть на шарманке для увеселения почтенной публики. А если станем разъезжать по Италии с города в город, буду править лошадью, да варить баранью похлебку с чесноком. Артемон слушал, задрав ухо, вертел головой, глядел блестящими глазами на друзей и спрашивал, а ему-то что делать? Артемон будет заведовать бутафорией и театральными костюмами. Ему дадим ключи от кладовой. Ну а ты, ну а ты, Буратино, кем хочешь быть ты при театре? Ха, чудаки! Комедии! Я буду играть самого себя и прославлюсь на весь свет! Субтитры создавал DimaTorzok